Лето – это маленькая жизнь, а для ребенка – целая эпоха, которая может быть наполнена удивительными событиями, приключениями, новыми знакомствами и открытиями. Недалеко от Петербурга для детей открыт православный лагерь, о котором расскажут наши корреспонденты. Наверное, многие взрослые в детстве бывали в летних пионерских лагерях и вспоминают об этом времени с ностальгической радостью. Именно с этим чувством мы и ехали на съемку в Рутению, в детский летний православный лагерь. Мы не думали, что нас встретят старые еще советские спальные корпуса, хождение строем и речевки, но то, что мы увидели, превзошло все наши самые смелые ожидания. Это единственный в мире лагерь, расположенный на территории детской конной академии. Здесь есть и веревочный городок, и открытый зоопарк, но самое главное, здесь есть настоящее живое общение, ведь интернет и любые гаджеты здесь под запретом. А дети радостны и по-настоящему свободны. Лагерь международный, и у ребят есть возможность подтянуть свой английский. Во-первых, у нас есть мастера, например, каллиграф, у нас есть мастер-дизайнер, с которым мы делали замки. Сейчас у нас будут еще геометрические фигуры для развития пространственного мышления. Ну, английские и китайские, это мы уже знаем, потому что у нас девушки из Китая. У нас веревочный парк в программе, наши инструкторы МЧС ведут школу юного спасателя. Дети проходят программу 144 часа на протяжении всего лета. Есть возможность не просто прийти в лагерь, но еще и пройти отдельно. Ну, если кто-то не хочет, все лето прямо хоть у нас, отдельно можно пройти программу МЧС. Конечно, лошади. Это и верховая езда, это и ход за лошадьми. Потом наш замечательный зоокружок. У нас маленькие гусята сейчас и маленькие козлята. Дети могут наблюдать за тем, как растут и развиваются наши малыши. Есть в Рутынии духовник. Отец Олег Патрикеев, настоятель храма Великого ученица Варвары в поселке Рахья. Мы спросили отца Олега, с чем приходится сталкиваться в общении с детьми. С радостью. С радостью сталкиваемся с этими детьми, которые приезжают из разных уголков нашей области. Это место полюбилось уже многим деткам и родителям, в первую очередь. И дети с удовольствием остаются здесь, в нашем лагере. А трудности, которые как будто бы должны всплывать, это не трудности. Это радостные моменты встречи человека со священником. Потому что не все дети воцерковленные, скажу сразу, хотя и лагерь православный, но детки не все бывают на службах и не знают даже некоторых молитв. И вот здесь происходит удивительная встреча. Вроде бы мой одногодка, и вдруг он знает, как молиться, вдруг он знает, как перекреститься. И знаете, вот это такое желание подражать хорошему в детях всегда есть. Каждый день ребятам в доступной форме педагоги рассказывают о православной вере. И это нелегкий труд, ведь в лагере нет отбора по конфессиональному принципу. Наша задача – расшорить детей в ненавязчивой форме, показать им свет православия, спасительный свет. День подходит к концу, нам пора уезжать. И мне стало так грустно, что мне не 12, и не могу провести хотя бы одну смену в этом удивительном и таком счастливом детстве.